Мужчины и женщины по-разному переживают период после развода. Нельзя однозначно сказать, что для одних это более серьезное испытание, чем для других. Но как понимать, что бывший муж женился почти сразу после вашего развода? Наиболее вероятно, что он снова женился по одной из трех причин. У него уже давно есть другая, он действовал, руководствуясь эмоциями, он ищет комфортных условий для жизни. Зачем только вам следить за личной жизнью своего бывшего мужа? Намного спокойнее вы будете себя чувствовать, если оставить прошлое в прошлом, это уже пережитый этап, нет смысла возвращаться к нему. А если обстоятельства его личной жизни не дают вам покоя, то, может быть, между вами еще не все кончено? Все к тому и шло. Возможно, у него была любовница. Может быть, именно из-за нее ваш брак распался. А если она к тому же забеременела от вашего бывшего мужа, то вполне естественно, что они поспешили с регистрацией отношений сразу после развода, чтобы малыш родился уже в браке. Вряд ли скоропалительная жениться в этом случае вызовет у вас недоумение или удивление. Скорее, вы чувствуете злость, раздражение и зависть по отношению к более удачливой сопернице. Вполне ожидаемо, что у вас в голове постоянно повторяются вопросы, почему, за что, как так вышло. В этот период в вашей душе чувства и эмоции проносятся ураганом. То вы искренне ненавидите его, то желаете вернуть чего бы вам это ни стоило. Дело в том, что он задел вашу гордость, самолюбие и вроде как признал, что как женщина вы не состоялись. Мало того, что он посмел бросить вас, так еще и женится так быстро. А теперь остановитесь, поставьте точку, раз он предал вас, то легко предаст снова. Не цепляйтесь за остатки своих чувств к нему. Прекратите интересоваться его жизнью, заблокируйте везде, где только можно. И уж точно не нужно ничего писать его новой избраннице. Конечно, это легче сказать. Но постарайтесь поговорить с собой. Объективно вспомните, что вас не устраивало. Ведь наверняка к разводу вы успели накопить множество обид и нерешанных претензий друг к другу. И в этом случае он женится не назло вам, потому что вроде как любит другую. Вот пусть теперь он живет своей жизнью, а вы – своей. И, кстати, после развода можно жениться уже через месяц. Потому что это минимальный, который нужно выждать после подачи заявления. А если вы разводились через суд, то к месяцу прибавляются 10 дней, потому что это тот период, в течение которого любая из сторон может обжаловать решение суда. Но при особых обстоятельствах, например, беременности его новой избранницы, их могут расписать прям сразу после подачи заявления. И если вы полагаете, что следует выждать какое-то время, прежде чем вступать в новый брак или отношения в принципе, то вы правы. Дело просто в том, что отношения у них завязались до развода. А вам не стоит бросаться объятия первого встречного, чтобы перебить боль от развода. Считается, что после развода вам нужен минимум год, чтобы обрести душевное равновесие и быть объективной в выборе мужчины. А лучше года два не искать серьезных отношений. За это время вы полностью восстановитесь, сможете здраво рассуждать на тему мужчин, брака и семьи. Конечно, вы можете позволить себе небольшие романы или интриги, но не рассчитывайте, что это обязательно перерастет в нечто большее. Чем меньше у вас будет планов и ожиданий от новых отношений, тем легче вы переживете этот период после развода. Только постарайтесь оставить личную жизнь бывшего мужа в покое. Пусть живет своей жизнью, а вы – своей. И даже из любопытства не смотрите фотографии его новой жизни. Если мужчина смог начать новую главу своей жизни, то и у вас получится. Свадьба на эмоциях. Скорее всего, у него горячий темперамент, он легко вступает в конфликты, делает что-то на спор и постоянно пытается кому-то что-то доказать. И наверняка он вам не раз заявлял, что такой замечательный мужчина, как он долго холостым не останется. Да любая будет рада связать с ним свою жизнь. И если мужчина сказал, мужчина должен выполнить обещание. Он быстро нашел одинокую женщину, которая отчаянно хочет замуж. Вот он и ведет ее в ЗАГС, хотя она чуть ли не первая встречная. Ведь несмотря на то, что мы живем в 21 веке, многие женщины чувствуют себя неполноценными без штампа о регистрации брака в паспорте. К сожалению, таким женщинам действительно в первую очередь важен штамп на 14 странице паспорта и свадьба, а не мужчина, за которого они выходят замуж. Иногда им везет, они встречают действительно хорошего и подходящего им человека. Но даже в этом случае они в большей степени ценят статус замужней женщины, а не отношения в семье. Но в большинстве случаев такие браки как быстро создаются, так быстро и распадаются. Люди чувствуют себя чужими друг друга, у них нет ничего общего, а объединяет их только быт, далеко не самая прочная основа крепкой семьи. Помните, что в этом случае муж женился сразу после развода, чтобы вызвать у вас всплеск эмоций. Чтобы вы точно прочувствовали, насколько хорошего мужчину потеряли. Он же предупреждал вас. Таких людей иногда называют энергетическими вампирами. Они стараются своими действиями вывести вас из равновесия, чтобы вы проявили определенных эмоций. И когда они видят, что это им удалось, они чувствуют удовлетворение. Поэтому если вы рады, что ваш брак закончился, не давайте своему мужу того, что он хочет. Не подавайтесь на провокации, не реагируйте и не пишите и тем более не звоните ему. Если он сам идет на контакт, старайтесь игнорировать его. Теперь это проблема его новой жены, пусть она с ними и разбирается. Если же вы хотите вернуть своего мужа, то, вероятнее всего, у вас легко получится это сделать. Но вряд ли ваша жизнь после его возвращения будет тихой и спокойной. Но если же вы уверены, что этому человеку больше нет места в вашей жизни, то ни в коем случае не идите с ним на контакт. Даже если вы дадите ему хоть малейший повод, то он им непременно воспользуется. Ведомый по жизни человек Представьте, у женщины родился ребенок, мальчик. Она всецело заботилась о нем, не позволяла ему набить свои шишки. Мальчик вырос, и она передала эстафету жене. Теперь она следит, чтобы у него была чистая одежда, он поел и не забыл почистить зубы перед сном. Когда у него возникает необходимость решать проблемы, он впадает в ступор. И, вздохнув, жена делает все самостоятельно. На работе он тоже не сильно успешен. Должность его не меняется годами, он работает строго по графику и более чем доволен. Карьерного роста он даже опасается, ему комфортно, когда он четко знает свои обязанности и не несет большой ответственности. Если вы узнали своего мужа, то перед вами типичный маменькин сыночек. Ему необходимо, чтобы рядом постоянно был кто-то, кто будет заботиться о нем и не будет от него ничего требовать. Наверняка после развода он поехал к маме. Уж она точно примет его обратно без упреков. Такой мужчина или быстро женится после развода, или уединенно живет с мамой до старости. И если вскоре он женился, это не значит, что он быстро нашел женщину. Это просто мама привела домой хорошую и порядочную женщину, которая согласна выйти замуж. И такая семья будет крепкой, если только новая супруга не устанет тащить на себе великовозрастного мальчика. Смешно, но после развода с другой, он может снова постучаться в ваши двери. Ведь он же не чужой вам человек, да? Ему нужна поддержка, забота и чего-нибудь покушать. Что делать, если судьба бывшего мужа вас тревожит? Если вы постоянно проверяете странички бывшего мужа в социальных сетях, следите за фотографиями, которые он выкладывает, то остановитесь. До развода вы жили жизнью своего мужа, это понятно. Но теперь вы посторонние друг другу люди. Зачем вы себя мучаете? Вряд ли вам становится легче, когда вы видите, что бывший муж счастлив в новых отношениях. Особенно сложно оставить бывшего мужа в покое, если вы не ожидали развода. Для вас все произошло слишком быстро. Вы не успели опомниться, как стали уже бывшей женой. А он уже с другой. Он живет. Но почему муж женился сразу после вашего разрыва? Если вы не можете убедить себя в том, что подглядывать за бывшим мужем – плохая идея, то обратитесь к психологу. Он поможет вам не только осознать, но и принять происходящее, а также адаптировать к новым условиям жизни. Для того, чтобы жить своей жизнью, вам нужно поставить точку в отношениях к бывшим мужем. Без этого невозможно начать сначала. Даже если вы заведете новые отношения, то по сути это будут не отношения, а сублимация вашей семейной жизни. Да и приятно ли будет другому мужчине от того, что вы постоянно подглядываете за бывшим и наверняка их сравниваете. И переживаете из-за того, как быстро он вас забыл. Не стоит также избавляться от тоски по бывшему мужу, ввязываясь в новые отношения. Вы не избавитесь от тех эмоций, которые бушуют в вашей душе, вы только на время приглушите их. Но когда они выйдут наружу, вы сами удивитесь, сколько же их было у вас. Индивидуальная работа с психологов поможет вам вновь обрести себя, избавиться от комплексов, которыми вы успели наградить себя или получили в наследство от бывшего мужа. Продолжение следует...